Привет, молодые люди! Меня зовут Эрик Шоков, и прямо сейчас мы находимся в Харькове, Украина. Что же можно сделать здесь? Понятное дело, Харьков ассоциируется максимально с девцем. Он тут делает очень много проектов, он тут живет с детства, и все свои победы приносил именно в этот город. Он смог открыть свой кибер-клуб. Это уже история двухлетняя, как я понимаю. И мне интересно, что же он сделал, как в этом уровне, насколько это было хорошо или плохо. Сейчас мы все заценим. Для этого ролика я написал Даня насчет встречи, и он согласился, поэтому прямо сейчас я могу с ним поздороваться. Даня, спасибо, что ждал. Мы не здоровались уже 40 минут, чтобы для ролика это сделать, правильно? Да-да-да. Ты открыл клуб напротив своего первого дома. Да, вон мой дом, здесь я... Прямо этот? Да, вот в этом доме мое детство прошло здесь, вот мы сюда переехали, когда мне было лет десять. И, по сути, как бы я жил здесь с родителями лет до 18-90, но потом постоянно сюда переезжал. У нас здесь есть еще квартира, как бы, вот. И так получилось, что когда мы искали помещение для того, чтобы открыть клуб, мы много посмотрели в Харькове. И вот нам попалось вот здесь удобное такое помещение. И, честно говоря, я не могу сказать, что оно идеально подходит для города, потому что это не центр, это как бы близко к центру, но это не полностью центр. То есть можно было бы выбрать лучше, но мы как-то вот согласились с братом, потому что все-таки как бы какая-то ностальгия, плюс тут район, все нас знают. И мы здесь можем собраться в своей старой компании, как-то, не знаю, все так и получилось. Конкуренты на этой точке есть какие-то по клубам? Именно на это не знаю. Ближайший клуб где-то, думаю, километра полтора-два отсюда. Это база, он там на 30 компьютеров, там немножко другой формат. То есть там сразу у тебя идет бар, клуб. То есть ты там можешь бухать, там курить, как бы играть, там можешь на компы. Вот такое в небольшом, как бы, сделанном небольшом помещении. Ну, в принципе, прикольно достаточно тоже клубец. То есть там есть своя аудитория, нравится. Сейчас посмотрим на все оценки этих клубов на этой территории, посмотрим, какая у тебя. Ну что ж, пойдем? Пошлите. Так, нас встречают сразу же синие, очень, ну, я скажу честно, несимпатичные двери. Да, мы знаем. А в чем дело? Вообще, это здесь был раньше банк, большой банк, который функционировал долгое время. И потом в какой-то момент он закрылся. Здесь офисное здание. Мы решили не заморачиваться над дверью, не делать здесь какого-то чего-то супер такого элегантного. Просто как бы забили и сделали, ну, как бы приняли ту дверь, которая здесь есть. Не парились, короче. Смотри, обычно, когда я снимаю обзоры на клубы, я всегда пишу какую-то фишку в названии ролика. Понятное дело, я в этом ролике сделаю подпись, что это обзор клуба «Зевса». Но есть какая-то еще фишка? Может быть, с чем-то ты отличаешься от всех других клубов? Или это про шестнодарный клуб? Ну, в Харькове есть компьютерные клубы, в Харькове нету арены. Это арена. Да, здесь можно проводить турниры. Здесь есть экраны для трансляции, для того, чтобы посмотреть для зрителей. Здесь отдельный зал для этого выведен. То есть, ну, это как бы вот арена. Такого нету больше. Я, как я обычно, по-настоящему не заходил внутрь, поэтому сейчас будут первые эмоции. Давайте заходить. Так. Да. Слушай, я сразу же заметил это граффити. И меня немножечко расстроило вот это. Это... И вот это. Чего? Не слишком ли много рекламы этого чела? Какие были у вас условия? Я, скажу честно, я эти граффити не рисовал и не занимался им. Да, поэтому ребята сами договаривались там. Нам не жалко проигонировать кого-то вообще. Поэтому нарисовано кайфово. Это самое главное. Выглядит это прикольно. Хорошо. А вот этот рисунок, это что? Ну, здесь можно ее отодвинуть и новости вещах. Нет, нет, нет. На самом деле, на самом деле, мы сделали эту полку в другую локацию, в другую. Вот, но потом мы эту локацию закрыли и решили поставить временно сюда. То есть, как бы, какой-то здесь конкретного предназначения здесь нет. Плюс был, мы ее настраивали камеры именно на этом столе. Ну, это удобно. Но это дизайн чей? Ваш? Или просто рампу? Моего папа. Мы просто решили приколоться, сделать полку. Еще есть задняя такая часть. Вот. И есть ролики, мы снимали там Чикаго Пиццу, там всякие приколы под этой стойкой. Просто ту локацию мы закрыли, пока временно она здесь находится. Но в будущем, если будем открывать. Мы это делали под кибершоу, если помнишь. То есть, у нас была там идея, но это отдельная история. Дальше у нас идет вот комната Sony PlayStation, да? Поехали. Сразу спрошу. Давай. Это все спонсорское или ты покупал за свои деньги? Ты пользовался своими детьми? У нас есть партнер, который заключает где-то бартер, где-то скидки получает. Где-то, то есть... Ну, допустим, вот эти вот кресла Куба. Я думаю, что их нам дали либо с хорошей скидкой, либо бесплатно. То есть, как бы, минимальная скидка с кресла, эти охрененные. То есть, тут можно прям развалиться, короче, прям кайфануть и в Соньку поиграть. Все довольны, этот народ приходит. Я в кайфе тоже. Как ты оцениваешь свою задачу в этом клубе? У нас распределено. У нас здесь работает, по сути, как бы основных 3 человека. Я, мой брат и наш партнер. Это брат Егора Маркелова. Вот Антон Маркелов. И я здесь отвечаю за какой-то пиар периодически. То есть, я прихожу, рассказываю о каких-то там всяких акциях, там новое меню мы там проработали большое по кухне, там какие-то турниры, какие-то любые расклады. Поэтому, в принципе, это на мне. То есть, я за цифры, за детали, за вот такие там договора, я минимальный. Так, если говорить про консоли, то у нас здесь получается одна пятая и две четвертые. Насколько популярна эта комната? Насколько она удачна? Ну, я здесь ни разу не играл. Ни разу не играл? Нет. Но ребята у меня здесь иногда приходят. Ну, основной здесь молодежь. Ну, допустим, когда я был малым, я в Соне рубился годами просто. Это Гран Туризмо, это сифон фильтр, это Tekken, Mortal Kombat и Crash, и масса игр, которые мне просто я обожал. И Fast Speed, по-моему, если он был, я уже не помню. Но Гран Туризмо это была просто нереальная игра, которую я разрывал. Вот сейчас мне... Ну, я, видимо, переиграл как бы в свое время, поэтому мне неинтересно. Ну, ребята приходят, им нравится, они катают. Главное, что все удобно, классные Моники, Sony. Ну, блин, у меня в детстве, блин, такого не было. Если у меня была такая возможность, я бы по кайфу вообще типа... Хочу напомнить, что все эти перелеты и переезды, они стоят денег. И огромное спасибо моему спонсору G-Drop, который это все организовывает. И не только меня он спонсирует. Сейчас появились уже новости о том, что Gambit стали партнерами G-Drop. И сейчас G-Drop будет на футболках Gambit. Это очень круто. Ну, я напомню вам, что G-Drop это сайт подкрытию кейсов, где вы можете не только крутить кейсы, но еще и барабаны, которые можно прокрутить бесплатно совершенно и получить за это призы. Авторизуйтесь на сайте, заходите в барабан, крутите его совершенно бесплатно. После этого вводите секретный код, который есть в описании этого ролика, ну а также у вас на экране. И вы крутите барабаны еще раз. Все это совершенно бесплатно, поэтому воспользуйтесь. Активация ограничена. Поэтому вы должны поспешить. Спасибо большое G-Drop еще раз. Ну, а сейчас мы идем дальше. Если говорить про это помещение, вы сделали огромнейший акцент на кухню. Насколько этот огромный акцент на кухню отражает в финансах выручки? Ну, по-моему, у нас было где-то 3-4 тысячи долларов в месяц примерно мы зарабатываем с кухней. Это с кухней только? Да, примерно так. Оно у вас своя или вы заказываете? Своя. Кухня реально проработана качественно, поэтому даже сейчас просто обычный день, вот сидят люди, кушают. То есть это как бы... Это люди, которые не пришли за компьютером, а пришли покушать? Да. Круто, то есть ты открыл ресторан на никого. Ну, параллельно. Да, да, да. То есть как бы здесь, я же говорю, мы разделили для того, чтобы люди могли прийти покушать. И при этом они могут также вечером приходят, курят колянку, пьют пиво и смотрят какие-то трансляции всякие. Так, 1 час 45 гривен. Это получается около 100 рублей? 45, 125 гривен. 125 рублей, это очень дорого. Почему? Средний это 70 рублей. То есть ты чуть ближе к X2 от среднего показателя. Я тебе так скажу, что наш чувак, который отвечает за вот эти цены и за контроль этого всего, Антон, он смотрит, постоянно мониторит, что происходит в Харькове по ценам и от них отталкивается. И это средняя цена по Харькову. То есть это не завышенное. Я тебя понял. Компьютеры отличаются? 1 час 60 гривен на ВИП? Насколько сильно отличаются? Ну, отличаются от админ. Разные видеокарты, разные мониторы. У нас мониторы стоят в ВИПе 280 вверх, а в ВИПе 280. А там кальяны можно курить, там вытяжка специально дорогая стоит, там все такое. Ну и компьютер получше. Вот мы выходим, собственно говоря, в зал, где народ собирается посмотреть матчи. Вот сейчас идет турнир, играет G у нас, вот. И это сцена. Так, здесь у нас пульт управления, здесь можно громче, тише. Хорошо, ладно, пойдем посмотрим, что у тебя дальше. А по компьютерам здесь 280 Гц это ВИПшные компьютеры? Здесь, да, здесь хорошие. ВИПшные компьютеры. Да, конечно, здесь топовые. Уже сейчас мы находимся в самой арене, здесь 60 компьютеров. Расскажи, пожалуйста, сколько стоит аренда этих квадратов и какое здесь количество? Всего во всем, во всей арене здесь 470, ну около 500 квадратов. Платим мы, по-моему, около 4000 долларов. 4-5. Ты садишься, тебе дают чек, ты вводишь логин, пароль, здесь стоит прога, да, и по которой ты можешь как бы... То есть, по-моему, сейчас мы либо сделали, либо переделываем, вплоть до того, что ты можешь по этой проге там заказывать себе кушать там как бы и все такое. Да. Ну это популярная штука. Просто такие удобства, да, легкие как бы для клиента, чтобы клиент вообще не напрягался, сидел, кайфовал. Мы видим логотип Виндиго-арена. По сути, вот это все продумывают, поддерживают это Виндиго? Что именно продумывают, что ты имеешь в виду? К примеру, как раз таки понижение, повышение цен, замена комплектующих, замена кресел, поддержка киберклуба делается... Ну вот, в принципе, от ребят, которые, да... От Виндиго. От Виндиго, да. Как бы есть обязанности, которые не делают Виндиго, мы делаем здесь, как бы они не пересекаются. Поэтому, ну, то есть это как бы не могу сказать, что вот просто есть Виндиго и все, как бы. То есть мы работаем, мы сотрудничаем, каждый отвечает за свою какую-то область. Буквально 30 секунд, ребят, хочу поблагодарить Антона Маркелова и Артура Ермолаева, которые помогают нам и помогли, и вообще без них бы не было бы Зай-Арена. Я хочу сказать вам большое спасибо. Ну и, конечно, все администрации Зай-Арены тоже бы лучше, ребят. Без вас бы ничего этого не было, поэтому просто все, ребят, приятного просмотра. Вот, мне нравится, могу сказать вот про вот это решение, которое сделали. То есть, например, в многих клубах как бы не хватает вот такого вот заборчика, потому что многие геймеры, которые сидят, играют, они отталкиваются, бьются жопой об стену, стул пачка. Видишь, у нас все здесь беленькие все стенки. Хорошая идея. Поэтому все, кто хотят открыть компьютерный клуб, рекомендую. Вот первое решение. Второе решение, которое нам нравится, это то, что системные блоки сверху. Это, во-первых, как бы они, тепло, которое излучает, оно быстрее идет к вытяжке. То есть, как бы идет быстрее охлаждение. И у тебя нету какого-то напряга под ногами, как раньше было. Системный блок под ногой, где-то там все это. То есть, вот эти два решения, я считаю, они очень комфортные. Это классные, классные советы. Да. Насчет того, что я пришел со своей клавиатуры, как ее подключить? Есть USB-порты, правильно? Вот все, выведены. Хорошо. Место для того, чтобы не мешать друг другу? Ну, проверяй. Сейчас проверим. Специалист. Ну, кресло очень приятное, на самом деле. Тут места достаточно? Те места достаточно? Давай, давай, давай. Да, ну, давай. Так. Нет, ну, в целом, места достаточно. Маленького киберспортсмена по имени Артем МСМ, да? Нет, шувка. Стулку я не могу ударить. Согласен? Нет, это так. Кринж. Окей, посмотрим, что у нас в веб-зале. У нас здесь, смотри, у нас здесь два веб-зала. Один больше, чуть один меньше. Вот здесь стоит 15 компьютеров, здесь 10. Здесь можно курить кальян. Здесь стоит сильная вытяжка, то есть мощная очень. Вообще мы на вытяжку потратили до хрена бабла. 50 тысяч долларов, а? 50 тысяч долларов. Откуда ты знаешь? Ну, средний ценник 3 миллиона рублей, 4 миллиона рублей. Хороший вытяжка. Я не буду говорить тебе точно, я тебе просто скажу, что мы на этом акцентировали внимание. Ты чувствуешь, как здесь прохладно? Да. Ты чувствуешь, да? Это часто проблем клубов. Вот. Смотрите, здесь мы как бы видим все четенько, девайсы, вот эти мониторы, которые 280 Гц. Вот чувак сидит, давай его подойдем, спросим. Как тебе випки? Почему ты именно тут сидишь? Почему ты именно выбор? Так, если что. Этот человек друг в здании, поэтому я не воспринимаю тебя. Знакомый. Давай так. Можно настоящий фидбок по клубу? Какие-то определенные минусы. Нету в магазина. Нету магазина еды. То есть, да. Но, как сказал мистер Зевс, такое они сделают. Я верю. Так, нет еды с компьютера. Ну, а зачем тебе заказывать еду с компьютера, если ты здесь не можешь кушать? А, здесь можно кушать. И холик можно. Ну, скоро будет, брат, мы же это делаем. Я верю. Ну, пока что это минус. Окей, по девайсам тебе все устраивает? Да, полностью. Я перешел с другого клуба сюда, потому что тут девайсы кайфуют. С какого клуба? Ну, была база, но она нет. Почему? А что там происходит? Не обновляют девайсы, старые кресла, ничего нет? Больше места. Тут комфортнее сидеть. Ну, тут более движуха чем там. Понял. Сейчас сделаем небольшой обзор того, что у нас тут имеется. Кресло, как и во всем клубе, здесь HOTOR. Это украинская компания. Достойное кресло по отзывам. Да. Ну, и я немного посидел. По сути, мне все нравится. А давайте посмотрим, что у нас тут. Девайсы, по идее, там HOTOR, вот говорят, в зале. А здесь HyperX. В зале у нас HOTOR, а здесь у нас HyperX, как более дорогая компания. Дорогие девайсы. Хорошо. Но коврик у нас все равно остается HOTOR. Мышка у нас HyperX Pulse of Fire. Клавиатура. Проводная, как и мышка. HyperX Hello Origins. Слушай, я скажу честно. Випки и тут чей-то волос, тут много крошек. То есть по факту на коврике крошки. Я понимаю, братан. Дело в том, что на данный момент, ну, я не знаю, с чем это связано. То есть есть какая-то, может, халантность. Это факт, да. То есть от уборщицы. Но в целом, как бы, ты сел просто на один ковер. Я смотрю по другим коврам. В целом, как бы, все убрано. Да. То есть, как бы, ну, один ковер, может быть, где-то там не успели. Это во-первых. Во-вторых, ты не забывай. Человек мог поиграть. Ну, за ним будешь не прибежить сразу. То есть есть какие-то временные графики, когда приходит уборщица и все убирает. Они в Казахстане. Вот как раз таки там был человек за 30 секунд. Мы идем о том, что у нас здесь достаточно много свободных мест. Из-за этого, как бы, если бы здесь было, как бы, такой ажиотаж, когда это происходит, зима и осень. Конечно, когда идет движением, более активно все. А сколько упала выручка во время летних каникул? Ну, мы работаем в ноль. Вы работаете в ночь? Да. Сейчас летом. По наушникам и здесь у нас Cloud Alpha. Ну, они славятся хорошим звуком, кстати. То есть даже если сравнивать с Logitech, у них отличительный звук. Это по факту, это многие говорят. По девайсам все вроде нормально. Только мышка немножко меня смущает. Активатура рабочая, наушники рабочие. Монитор 280 Гц. Я хочу его проверить в КСе, но я это сделать сейчас не смогу. Найдем чей-то свободный компьютер под КС, чтобы было бы удобнее. По комплектующим в VIP-зоне. Вот такие вот комплектующие, которые у вас на экране. Когда ты в последний раз сыграл? Именно в клубе? Да. Может месяца 2-3 назад. Ну, раздавал люлей нормальных. А когда последний раз в КС играл? А, в КС я в офисе сижу и играю. Я вижу, ты на Собершоке играешь. Иногда захожу в Кобершок, да. У меня осталось просто сохраненное. Собершок я иногда залетаю. Я чередую. Собершоки просто, где нигде играют, там послабее, там можно размяться. Ой-ой-ой-ой, ты это зачем говоришь? Послушай, чтобы размяться в Собершоке идеально, так что залетай. Смотри, на каком сервер он играет. На каком? А, он Собершок. Собершок. Ну, рассказывай, вот человек с Counter-Strike, что ты скажешь, как тебе компы, как тебе шо? Как все топ? Вот только один минус, то что он здесь у два стола, и он по КД вот так вот рука. А что ты не хочешь влево просыдываться? А потому что у меня... Ну, я понял. Ну, это тебе... Просто ты тут играешь, надо играть. Если ты так влево чуть-чуть подвинешься... У меня тоже такая была проблема. Поставишь сюда коврик, то будет тебе полегче. Хорошо, вот эта херня, конечно, да. Но это везде всегда такое бывает. Ты принес свою мышку у вас GT? Да, да, да. HyperX не устраивает, правильно? Ну, вот так больше нравится. А почему здесь у 44 Гц? А как мне поменять? У меня нет доступа к админке. Не, надо звать админа, он же все настраивает. Но ты же сам не можешь лазить. Тут пусть... Придет какой-то ласи, наворотит тут нам, блин, внутри как бы. И будет тебе жопа. 240. Так вот, 240. А мне... Не, еще свойство не NVIDIA, а свойство видеоадаптера. Понял? Я знаю, у меня не получается, это админа требуется. Там 240 Гц стоит в настройках. А вообще, на самом деле, 144 Гц можно как-то сделать 280. Так, 280 Гц, а здесь у нас 280. И сейчас зайдем в CS, посмотрим. Ну что, чувствуешь уровень, блядь? Да, блядь. 2700 ELO? Да. Так а что, у меня тут игроки думаешь, плохи играют какие-то или что? Серьезные люди играют, как бы, блядь. Раз, видно, что, блядь, человек. Не первый раз, блядь, на сервер зашел. Опа, два. Оооо, красиво. Спасибо, спасибо. Ну что скажешь? Да, играть можно, хорошо и все. Можно, да. По туалетам, на самом деле, постарались сделать все стандартно, но качественно. Здесь писюары, здесь умывальники. Вот, сами туалеты, как бы, вот здесь вот. Ну, туалеты должны быть в таких заведениях качественные, потому что это, в принципе, показывает тебя, насколько уж одну. Нельзя прийти в какой-то хороший клуб и там, блин, зайти в какой-то говняный туалет. Ну, здесь все достаточно цивильно, хорошо, не знаю, мы довольны. Соберется отлично. На 60-70 человек два туалета. Да. Ну, это вот достаточно. Достаточно, абсолютно. Когда проверено уже временем, как бы, поэтому все нормально. Так, сейчас оценим еду. Я взял карбонару, это самое попсовое, что можно брать, чтобы сравнивать уровень кухни. Тебе нравится кухня здесь? Да, очень. Я могу сюда приехать и вкусно покушать. Хорошая паста. По десятибалльной. По десятибалльной системе семь с половиной. Семерка, семерка. Наверное, чесно немножечко, немножко оно такое... Сыровато? Крепкое, да. Крепкое. Ну, может быть, они и спешили, не доварили. Для тебя старались. Да. Ну, семерка, я считаю, это неплохо. С плюсом. С плюсом, как бы, это хорошо. В принципе, мы не ресторан, как бы, мы не котируемся. Вообще. В обычных киберклубах. Ничего прям супер особого здесь нет. Кроме того, что это киберклуб Зевса. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Мы перемещаемся в другой город, в другую страну для записи новых обзоров. А те люди, которые открывают клубы, вы можете посмотреть, что здесь было интересное для вас. Я думаю, оно здесь имеется. Спасибо большое всем. С вами был я, Эрик Шоков. Посмотрите мой другой ролик с обзором киберклуба Донбасса, к слову. Неплохой был клуб. Один из лучших в мире, который я вообще смотрел. Спасибо. Спасибо.